всем привет спасибо что нашли время и заглянули ко мне в гости вы только посмотрите какая красота у меня стоит на кухне позавчера я купила пионы вчера вечером они начали немножко распускаться сегодня утром я просыпаюсь и наблюдаю вот такую красотищу аромат стоит потрясающе выглядят они конечно шикарно такие большие объемные несмотря на то что я кстати не люблю красные цветы но я очень люблю пионы поэтому я их решила купить и и не прогадала в общем выглядят мне кажется они очень очень красиво хочу поделиться с вами своими планами на ближайшие видео я все-таки решила записать такой ролик ознакомительного характера с каждым днем восстановится все больше появляются вопросы личного плана и интерес ко мне поэтому пришло нам время познакомиться с вами поближе в комментариях под этим видео обязательно оставляйте вопросы все что интересно узнать обо мне возможно о жизни в германии какие-то нюансы я с удовольствием поделюсь этой информацией и также намекну вам что в этом видео скорее всего будет небольшой розыгрыш и приз очень даже достойный поэтому обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить это видео а я кстати с утра собралась приготовить блинчики сейчас поделюсь с вами рецептом и вот в и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После утренней уборки на кухне я решила навести более тщательный порядок в ящике под раковиной. Эта зона определенно требует более пристального внимания, потому что там у меня, естественно, хранятся мусорные ведра, а это посторонние запахи, дополнительные крошки, грязь, пятна, потеки. Все это накапливается и этот ящик я, конечно, убираю гораздо чаще, нежели другие на кухне. Также я хочу оттуда убрать кухонный комбайн, переставить его в другое место, возможно, пересмотрю, как-то перепланирую корзинки и поделюсь, конечно же, с вами результатом. Продолжение следует... Продолжение следует... Также у меня есть белый уксус, при помощи которого я, как правило, чищу раковину, и сода ароматическая. Я тоже насыпала ее вот в такую бутылочку и крышку сделала сама из фольги. Лимонную кислоту я перелила вот в такую банку, она раньше у меня стояла в шкафчике со специями, но, как правило, я ей не пользуюсь для приготовления пищи, поэтому переставила ее сюда к чистящим. В основном я с ее помощью очищаю чайник и также добавляю несколько капель воды и отправляю в микроволновку, чтобы ее освежить. И также у меня тут есть такое ароматическое масло простое, я его капаю в слив, чтобы его освежить, и на ватный диск и отправляю в мусорное ведро. При каждой смене мусорного пакета, чтобы был такой приятный легкий аромат. И здесь у меня апельсиновый уксус, но иногда также я сюда переливаю воду с эфирным маслом чайного дерева и очищаю кухонные поверхности, протираю стол, стулья. И также обрабатываю поверхности внутри холодильника, скажем так, полочки всякие и контейнеры эти. Так, у стены я сложила в корзинку полотенчики, которыми я пользуюсь тоже на постоянной основе, такие небольшие. Основное красивое полотенце я не трогаю, но у меня идет для декора, а это такой, как так сказать, расходный материал. Тряпочки я покупаю вот такие в рулоне, меняю их, как правило, раз в 2-3 дня. Здесь у меня мешки для мусора в этой корзинке хранятся. Щетку для мытья посуды я приспособила вот сюда, на крючок с обратной стороны, чтобы она после использования хорошо просохла, и на ней не скапливались всякие бактерии. Вот тут на дверь с обратной стороны я приделала вот такую штуку, в принципе, можно прилепить обычные крючки, но она стоила по цене крючков, поэтому я купила вот такую конструкцию. Сюда на крючочке можно повесить тряпочку, опять же, чтобы она просохла, на прищепку я прилепила сюда перчатки, которыми я мою посуду, тоже очень удобно для того, чтобы они хорошо просохли. И вот с этой стороны здесь у меня из чистящих стоит, это вот такое средство для очистки варочной поверхности я использую. Здесь у меня сомат для посудомоечной машины, таблетки для посудомоечной машины у меня тоже сомат. Здесь вот такая щетка тоже покупала для мытья посуды, но она не очень удобна. Вот это вот все-таки более удобно, потому что она со всех сторон как бы щетина у нее, а здесь только с этой стороны. то есть мыть посуду не совсем удобно и вот она теперь лежит у меня бесхозная здесь такая щеточка маленькая тоже удобно если нужно быстренько там одну-две тарелочки ополоснуть и металлической щеткой я также пользуюсь в основном очищаю раковину и опять же когда она мокрая можно будет повесить на крючочек чтобы она хорошо просохла взять несколько покупок которые совершила недавно отдельное видео я записывать не буду потому что предметов у меня немного но тем не менее хочу их вам показать в местном магазине тэдди я приобрела вот такой органайзер похожего плана у меня есть только меньшего размера и заказывала я их на сайте алиэкспресс мне нравится у них качество есть такая веревочка у него можно повесить на крючок получается 8 отделений 6 поменьше и 2 побольше я хочу сюда сложить свою летнюю обувь и повесить на внутреннюю сторону двери которые у нас в каморку обувница которая нас стоит в коридоре очень маленькая и я боюсь что вся летняя обувь у нас сейчас там точно не поместится поэтому вот думаю нахожу какие-то решения и вот такая идея мне пришла в голову сюда сложить какую-то обувь на плоской подошве сандалии какие-нибудь босоножки и вот это вот все разместить на двери в общем посмотрим сейчас что у меня получится и зашла еще в магазин кик тоже такой местный по типу фикс прайса там я приобрела вот такую плюшевую мягкую подушку она мне так понравилась такая кайфовая хочу заменить одну из подушек вот здесь на диване стоила на 7 евро размер у нее 50 на 50 классненькая такая и также там же приобрела приобрела плед хочу заменить белый плед который у кресле он такой старый уже под износился свой презентабельный внешний вид давно потерял стоил он 10 евро этот плед и размер у него метр 30 на метр 70 но к сожалению это полиэстер то есть ткань ненатуральная и цвет у него такой светло лиловый что ли наверное что то такое и наконец-таки я докупила все емкости для организации хранения в одном из навесных шкафов поэтому скоро обязательно выйдет видео подписывайтесь на канал чтобы не пропустить и всякие мелочи купила такие прищепки декоративные здесь 8 штук в упаковке я уже покупала одну такую упаковку сейчас они все в использовании в общем удобные смотрятся красиво а докупила еще одну и взяла вот такие белые декоративные прищепки мне нужны для diy будет и зажимы тоже золотистые так из h&m home мне пришла посылка я заказывала две наволочки вот такого плана у них размер 50 на 50 это стопроцентный хлопок пыльно-розовый и такой пыльно-желтый они пойдут у меня во вторую спальню на кровать и мое самое большое приобретение этой недели в общем зашла я как-то в супермаркет продуктовый на это у нас называется там есть несколько отделов не отделов а лотков с хозяйственно бытовой с хозяйственно бытовыми товарами в общем увидела я вот эти две пиалы и пришла в полнейший восторг они очень похожи на ту чашу с носиком который я заказывала недавно это тоже 100 процентов керамика размер у них 550 миллилитров есть такие две удобные ручки и они были со скидкой и всего две штучки вот как будто специально стояли там и ждали пока я приду их и соберу одна штучка стоила всего 3 евро в общем 2 я взяла за 6 евро осталась очень довольна покупкой единственное что вот та чаша с носиком у нее внутри такой более какой-то бежевый цвет а это полностью белый в общем идеально для подачи каких-то супов каш и любых перекусов и ударом как делать Смотрите продолжение в следующей серии. Наволочки с пледом я потом, конечно же, постираю и отглажу. Просто хотела вам показать, как это наглядно будет смотреться в интерьере. Смотрите продолжение в следующей серии. Жду ваши вопросы в комментариях. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.